Мои беспокойшиеся вопросы, кому если неудобно, можно письменно, если бумаги или тетрадь, ручку дайте, если у кого есть, можно письменно тоже вопросы, может кому неудобно. Потому что были такие случаи, человек лет 10-20 жил без никаха, чуть-чуть подниму я некоторые вопросы, которые бывают у наших братьев. Оказывается ему было неудобно, он не знал, что можно делать никаха, он считал, что на русской он жена, что никак не получится и так далее, сделали никаха. Еще лет 55 с лишним в одной области мы остались как-то, нелетная была погода, с этого острова мы должны были улететь, но не получалось. Наш брат Мухаммад говорит, что-то мы здесь не доделали, Аллах нам не дает улететь. Уже постоянно 2-3 дня уже нелетная погода. Я говорю, наверное, его надо намазу научить. Этот человек очень сильно обрадовался, лет 35 лет он оказывается здесь жил. И потом он в конце признается, искупался, сделал намаз, такой счастливый, другой совсем человек. Я говорю, сколько хотел, я и в детстве знал, но приезжали сюда все молодые, младше меня. Мне было неудобно им сказать, я не знаю намаз читать, научите меня читать намаз. Молящийся человек, может быть у него даже больше покаяния, больше стремления к Аллаху. Поэтому вы не думайте, мы одни и те же люди, мы одни рабы Аллаха, например. Мы не знаем, конец какой будет. Дай Аллах, чтобы у нас у всех конец хороший, чтобы будет. Поэтому не стесняйтесь. Шамир Хаджи, вам слово, да про. Попросик, да вам, не стесняйтесь. Когда, Субхану Аталлах, Аллах говорит, я, говорит, воссоздал. Слушай, Аллах говорит, на земле нет ни одного живого существа, кроме как я его обеспечу уделом пропитания. Он с голоду не умрет. Когда Аллах спрашивали, почему ты столько плачешь за создание Юсуфа своим, за сыном своего. Аллах их разделил 30 с лишним лет. Они не видят 30 с лишним лет. Он говорит, я не плачу из-за того, что я его не вижу. Я не плачу из-за того, что я его потерял. Я, говорит, плачу, на каком религии он умрет. Вот что меня волнует. У вас тоже есть родители. Вы тоже являетесь родителями. И каждый нас должен, каждый у нас должен волновать вопрос этот. На каком религии он умрет во всем. Как же я его оставляю. Как я сам живу. А как живет мой отец. Потому что пророк Аллах говорит, Человек умрет в том состоянии, как он прожил свою жизнь. Если он 50 лет жил, 40 или 20, или 25, большую часть жизни, если он грех не провел, есть опасность, что он умрет вне ислама. Если он большую часть прожил, конечно, все его будут в лучшую сторону. И шалатария. Кажется. И пророк потом говорит, «Ваюх шалу аляма мата аляхи», и судный день его воскрешат в том состоянии, как он умер. Если он умер в неверии, или в греховном состоянии, или в состоянии алкоголя, он в этом состоянии и будет воскрешен. Как будет человек в судный день, и он в состоянии алкоголя, судный день он передал Амхра. Может ли этот человек видеть Аллах? Конечно нет. Когда пророка спросили, люди в рай попадают, видят ли они все Аллаха? А пророк говорит нет. Аллаха видят те, кто его познали на этом свете. Вот почему алиханские шейхы и устазы всем советуют и их призывают. Не для них, а для себя познать Аллаха. Зачем? Чтобы человек, который не познал Аллаха на этом свете, его и не увидеть в раю даже. Потому что даже увидеть, он его не различит. Чтобы что-то различить, его же узнал однако. А если он его на этом свете не узнал, как его он различит, даже если он увидит. Вот почему у нас на этом свете люди заблуждаются. Некоторые, когда они на холодном острове где-то живут, они думают, нас согревает солнце, и мы будем покориться солнцем. Потому что им она пользу дает. Их согревает солнце. Вот видите, их разум не переходит в грязь создания, и они об Аллахе не думают. А кто же солнце создал? Люди, которые целятся с Иваном, что им рай, они ограничиваются этим. А кто же рай создавал? Вот почему алими называют. Раем, который достается на этом же свете, это познание Аллаха. Она наиболее, наиболее утешителен, чем рай, который загробная жизнь. Потому что в загробной жизни нет утешения, нет наслаждения, если этот человек на этом свете не познал Аллаха. Да, Аллах нам, в той поступке, которой Аллах будет доволен. Да, у нас порой ограды между братством, как Мухаммад говорит, мусульман и братья. Но между нашим братством иногда ограды порой строят наша национальность. Чеченец, Ауалец, Лизгин. А когда мы стали этим? Когда Аллах наши души создал и спрашивал, кто я, кто вы? Мы ответили, да, Аллах, вы наш Создатель, мы ваши рабы. Каждая душа, которая здесь сидит, каждая душа, которая по улице ходит, хоть мы и сами этого не помним, наши души ответили. Аллах, ты Создатель мир рабы. А тогда вы кем были? Аварцами? Чеченцами? Лизгинами? Нет. На Аварском ответили. На Арабском ответили все. Бала ответили все. Значит, вот эта наша национальность после нашего рождения пришла к нам. А после смерти она также и уйдет. А следует ли тогда различать кого-то чем-то? После смерти она уходит. Доказательство этому, что когда человек умирает, и приходит имам, читает над ним, на каком языке читает? На арабском. А какова польза читать на арабском, если он его не понимает? Значит, понимает. Значит, понимает. Значит, и в могиле, и в раю не будет. Ни чеченского, ни аварского, ни табарсаранского, ни лизгинского языка не будет. Это просто временное явление, и мы думаем, что это что-то значимое. Нет. Просто он выражается на этом языке. Если твой сын родится, и после рождения ты его даешь в чеченскую семью, он чеченцем будет. Его родной язык, родной язык у него чеченский будет. Потому что это во время, когда он питается молоком, он этот язык взял. Он будет чеченцем. А на аварском языке, хоть ты аварец, отец его, он будет говорить акцентом. Вот нам следует помнить всегда. Нас Аллах создал не для того, чтобы различать кого-то от кого-то. Нас Аллах создал для Иваната, и чтобы мы действительно помнили, что мы друг другу братья. Аллах. Аллах. И как будет? Ну, не знаю. Говорят, так глубоко мы не изучали религию. Крещеные, мы люди и не крещеные, так-то вот глубоко мы не изучаем. Я вот хотел бы отметить, хотя бы я вот, вы мусульмане, алхамду лиллах, мы чтоб хоть знали Бог и один. То есть, Бог и Аллах, а это один и тот же. Просто на разных языках. Речь идет про одного и того же. Например, сейчас, иншаллах, Мухаммад дуа прочитает. На этом мы завершаем. Я вам тоже еще раз хочу Баркова сказать. На самом деле, в такое поздное время вы пришли. Мы тоже очень рады. Вот почти, можно сказать, полная мечеть Баркова. Значит, дай вам, чтобы мы в следующие годы еще в большем количестве... Вот есть записи другим нашим братьям тоже, которые бывают так, наверное, есть те братья, которые постеснялись в мечеть прийти. Вы им тоже как бы их не ругайте. Бывает, один говорит другому. Это особенно у дагестанцев. А, пойдем там, ты до сих пор там, мусульман. Ну, в грубой форме говорят. Поэтому, значит, еще, ну, вот такой маджлист, тысячи плохих маджлистов смывает. Это радостная вещь. Мы, если собирались тысячу разных плохих маджлистов, вот один хороший маджлист смывает тысячу греховных маджлистов. Субтитры создавал джалимый маджлист. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok